Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели. В студии Алексей Гончаренко в этом выпуске. Газовый кризис в Хакасии набирает обороты. Населенные пункты один за другим остаются без газа. Народные избранники заинтересовались историей банкротства газоснабжающей организации. Мера, равноценная закрытию небольшой тюрьмы. В управлении Федеральной службы исполнения наказания сокращают свыше 100 человек кадрового состава. А в системе здравоохранения наоборот некому работать. Кадровый голод особенно остро ощущается в Ширинском районе, где из сел уезжают последние специалисты. В связи с чем Минздрав разрабатывает новую программу поддержки. Несмотря на ужесточение санкций за нарушение правил дорожного движения, нетрезвых водителей за рулем становится больше. Начальник республиканской ГИБДД за еще большее ужесточение наказаний. Выставка с интервалом один раз в 10 лет. Называется «W». Чем удивили авторы семейная пара Виноградская-Арутюнов. Вопрос о необходимости создания фонда развития Сибири поднял глава Хакасии на прошедшем на этой неделе заседании российского правительства. Председатель Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Виктор Зимин отметил, фонд может стать в том числе серьезной антикризисной мерой. Сибирскому округу нужны новые предприятия, новые субъекты бизнеса. Необходим фонд развития Сибири, формируемый за счет госрезервов. Предлагается не просто распределять деньги. Субсидии должны быть возвратными. Одним из приоритетов работы фонда может быть поддержка развития комплексных агломерационных систем на условиях партнерства частного бизнеса и государства. Кстати, такая программа есть и в Минрегионе, и в Минэкономике России. Задача на местах обеспечить экспертизу, отбор проектов на получение такой господдержки. В Хакасии, кстати, такой фильтр уже есть. Это Совет экономического развития, в котором более 50 экспертов. Один из примеров. В рамках Абакана Черногорской агломерации реализуется 20 инвестпроектов с объемом инвестиций более 73 миллиардов рублей. При наличии дешевого кредита на уровне инфляции плюс 1% объем инвестиций можно утроить. И в этом может помочь фонд. Такой подход, кстати, во многом решает и проблемы монопрофильных территорий Сибири. Дмитрий Медведев попросил Виктора Зимина в кратчайшие сроки предоставить информацию о том, как он видит работу такого фонда для принятия дальнейших решений уже на федеральном уровне. Также глава Хакасии предложил отработать этот проект на двух пилотных регионах Сибири, в том числе и в нашей республике. Газовый кризис набирает обороты в Хакасии. На этой неделе прекращено газоснабжение многоквартирных домов в селах Белые Яры, Подсиние, на подходе Аскиса, Базаусь, Абакана и Вершина Тёи. Речь идет о централизованном газоснабжении. Если учесть тех, кто пользуется баллонами, то получается большое количество потребителей. 100 тысяч человек. Шестая часть населения республики. Дело в том, что единственное региональное газораспределительное предприятие Хакасгаз банкрот. Волнует проблема, как выяснилось, на этой неделе не только потребителей. Говорили о ней представители власти, исполнительной и законодательной. А население выходило с протестами на улицу. Жители Мустябакана, приехавшие из Минрегиона специалисты, объясняют, почему в их домах больше не будет газа. Но население не внемлет ни единому аргументу, даже такому, как безопасная эксплуатация групповых газовых установок, которая стала невозможна. В участии групповых установок вышел срок службы, установленный, после которого нужно обследование. Но подачу газа прекращают даже в те дома, где установки исправны. Николай Верблюдов сам, в недавнем прошлом специалист компании Хакасгаз, и обследовал эти установки. И говорит, имеется заключение Ростехнадзора, что их еще долго можно эксплуатировать. 8 лет, будем говорить, вот эта вот групповая, что у меня за спиной, это 8 лет. Это она в 2012 году сделана свидетельствами, она признана годной и работать должна до 2020 года. Но на пресс-конференции в Министерстве регионального развития на этой неделе недвусмысленно дали понять, собственникам газифицированных квартир придется менять газовые плиты на электрические. А энергетики не раз заявляли, что проводка в газифицированных домах не рассчитана на повышенное электропотребление. Не нужно ставить мощные электроплиты. Да, это не очень удобно. Но современные условия таковы, что можно найти двухкомфорочную электроплиту и приобрести, мощность которой 1,5-2 киловатта. Так что мы здесь не видим, что будет какое-то глобальное увеличение энергопотребления. У многих жителей газифицированных домов озвученное Минрегионом предложение вызывает возмущение. Почему мне, хозяйке этой квартиры, будут диктовать условия, какой аппаратурой я должна пользоваться? К тому же население уже подсчитывает расходы, связанные не только с покупкой, пусть даже небольших и маломощных двухкомфорочных плит, а и оплату услуг энергетиков, особо рачительные хозяева, тоже считают. Ведь мы платим за электроэнергию по рубль 61 копейки за киловатт. Дом у нас считается газифицированный, не электрофицированный. То есть мы не подлежим к тарифу рубль 12, который платят электрофицированные дома. Если основательно подходить к вопросу перевода газифицированных домов на электроснабжение, то нужен проект реконструкции проводки, смета, расходы. По данным энергетиков, на один дом примерно 2 миллиона рублей. В Абакане пытались реализовать такой проект. Сделали наружные работы, до внутренних дело не дошло. Года 5, может быть 6 назад такие попытки были. И, по-моему, пару домов перевели на... По крайней мере, проложили резервные питающие кабельные линии. Если возникнет необходимость реконструкции, то за чей счет она будет сделана? Вопрос поднимали депутаты Верховного Совета. Если за счет потребителя, то двойной удар по его карману. Услуги энергетиков уже сейчас дороже. А в скором времени, и все к тому идет, могут ввести норму потребления. А ее заведомо делают ниже среднестатистических потребностей. Средний расход сегодня у нас примерно 140 киловатт. Ну, в целом, по сибирскому федеральному, 148-150 киловатт. В среднем на человека. А норму хотят 90. А свыше нормы, что там двойную, а то и тройную цену за вами. Сама история с банкротством газораспределительного предприятия «Хакасгаз», по мнению депутатов, странная. Основными акционерами, сказал глава комитета по бюджету, были организации, которые могли бы и не допустить банкротства. А, собственно, процесс этой банкротства организации, как же так, почему полста более чем процентов есть у «Газпрома» и у «Хакасии», и почему она банкротилась? Усматривается ли в этом вопросе преднамеренность банкротства? Где здесь прокуратура? Многомиллионные активы, по словам депутата, теперь уйдут с молотка за бесценок. А именно к этому все и идет. Прошедшие две недели назад торги по продаже имущества не состоялись. Не было желающих купить. Теперь на следующем аукционе стартовую цену снизят. А почему я столь напряженно про это говорю? А потому что память, если мне не изменяет, мы миллионов с 50 за последние несколько лет туда вкачали. Какие чисто прямые потери госимущества республики от банкротства, которое пойдет сегодня с молотка за три копейки. На все возникшие вопросы ответов, во всяком случае публичных, пока нет. Их депутаты намерены получить во время правительственного часа на одной из сессий Верховного Совета в первых числах ноября. А пока с муниципалитетами прорабатывается вопрос о создании собственных газораспределительных предприятий в селах и городах. Централизованно квартиры газифицированы в 11 населенных пунктах. Но похоже смогут создать такие организации только Черногорск и Абакан. Здесь больше всего абонентов. В остальных территориях услуга будет убыточной. Из хакасских колоний в ближайшее время выйдут 140 человек и очередная амнистия заключенных здесь ни при чем. Согласно ведомственной реформе под сокращение попадают как раз сами работники системы исполнения наказаний. По сути такая мера равноценна закрытию небольшой тюрьмы. Подробности в материале Константина Кравцова и Антона Новожилова. В Хакассии 8 учреждений для содержания заключенных. Общее количество узников около 2,5 тысяч человек. Тех, кто их охраняет, на треть меньше. Но это сейчас. Согласно реформе до 1 января штат сотрудников ВСИН необходимо сократить на 15%. 140 человек. В большинстве офицеры. Мера коснется всех колоний, в том числе и республиканского управления ВСИН. Как будет идти работа и выполняться задачи с нового года здесь пока понимают слабо. Но надеются все на ту же реформу. Количество осужденных, во-первых, сокращается. Даже по сравнению с пятилетней давностью достаточно существенно. Плюс у нас очень широко в настоящее время в учреждениях внедряются технические средства охраны и надзоры. Мы выражаем надежду, да и уверенность в том, что нам удастся полностью держать обстановку под контролем. Хотя, конечно, первое время будет трудно. Полторы сотни сокращенных тюремщиков стали в том числе проблемой республиканских властей. Впрочем, вакансий, правда, из гражданской сферы в Хакасии хватает. По данным Госкомзанятости, только в Абакане и пригороде более полутора тысяч мест. Мы посмотрели подходящее для вот этих работников. Ну, где-то вот 160 вакансий могли быть рассмотрены. То есть, да, если в системе УФСИН работают ведь с разным образованием, мы отдельно смотрели, есть вакансии и для педагогов, и для медиков, и для юристов, да, и для, конечно, работников с техническим образованием. То есть, считаем, что работу подобрать можно. Что касается в целом самого реформирования, российская колония, ориентируясь на Запад, должна стать более гуманной к заключенному. Уже сейчас в макетах можно сравнить камеры нынешние, спартанского характера, без особых изысков, и буржуазного манера с мебелью и телевизором. Оно напоминает, в принципе, даже санаторную комнату. Только единственное, что двухъярусные койки немножко сбивает вот с этого определения. А так, в принципе, да, очень удобная мебель. Только двухъярусные койки. Остальное все продумано так, как сейчас в общежитии. Согласно реформе, Россия должна в будущем уйти от понятия колония. Останутся только тюрьмы. Рецидивисты и те, кто приступил закон впервые, содержаться должны раздельно. А в каждом учреждении будет свое телевидение и газета. Все это и не только по планам должно быть реализовано к 2020 году. А пока дух изменений чувствуют на себе лишь сами сотрудники системы. Особенно те, кто попал под сокращение. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт. Вести Хакасия. События недели. На этой неделе Республиканский центр планирования семьи начал акцию под названием «Новое поколение против абортов». Она будет проходить в течение двух месяцев. Побудительной причиной к этому стали статистические данные. В Хакасии показатель абортов на тысячу женщин превышает среднероссийские в полтора раза. И это при том, что, по данным Министерства здравоохранения, число абортов в республике снижается. Что происходит и что делать, вопросы мы адресовали в Минздрав. На них ответила ведущий консультант отдела детства и родовспоможения Минздрава Татьяна Виндерлых. Татьяна Сергеевна, добрый день. Добрый день. Вот согласно статистике, в прошлом году было 5000 абортов. Вроде цифра ни о чем таком серьезном не говорит, но вот это получается 13 абортов в сутки. И буквально каждые 2 часа аборт. То есть 2 часа аборт, 2 часа, 2 часа. То есть получается, что выходят цифры-то пугающие. Действительно, проблема абортов, она существует. И одним из важных факторов сохранения репродуктивного здоровья является планирование беременности и профилактика абортов. Аборты, предшествующие родам, несомненно, они влияют на здоровье и приносят вред ему. Но, несмотря на высокий риск осложнений, женщины у нас продолжают делать аборты. Проблема, она все-таки социальная или медицинская? Ну, на медицинском уровне проводится большая работа. Поэтому, больше, конечно, это является социальной проблемой. Больше эта проблема относится к кому-то больше нежеланию женщины, допустим, планировать свою беременность. Если они не планируют беременность, то предохранятся нежелательной беременности. Хотя существует большое количество методов контрацепции, современных методов. И информация об этом дается, она доступна. Можно обратиться к доктору женской консультации для планирования беременности, который полностью даст всю подробную информацию, как при планировании беременности, так и при предохранении от нежелательной беременности. Ну, то есть, здесь причина основная – это нежелание? Скорее. Нежелание, так понял. Ну, а социальный статус тех, кто в основном идет, это вот, ну, может быть, даже возраст, не знаю, подростки или там женщины в довольно зрелом возрасте? Население репродуктивного возраста – это подростки старше 19 лет вплоть до 30 лет. То есть, наиболее сексуально активное население. Если это молодые люди, ну, наверняка, вот родителям же не говорят об этом, вероятно, если там 19 или там, может быть, какая-то категория есть, может, незначительное их число, но, тем не менее, даже и до 19, наверняка, родителям, скорее всего, не говорят. Вот есть смысл-то все-таки, наверное, может быть, советоваться каким-то образом и принимать другое решение? Ну, действительно, молодые люди в силу своей неграмотости, так сказать, как-то стесняются подойти к родителям, может, чего-то бояться, беспокоиться. Но в республике проводится такая программа, что можно подойти, обратиться к врачу женской консультации. На женских консультациях сейчас есть кабинеты медико-социальной помощи, в которых работают психологи. Нужно с ними проговорить, проконсультироваться, выяснить все за и против. Как-то психолог может настроить женщину, оказавшуюся в этой ситуации, на более правильный ответ для сохранения своего здоровья, для сохранения данной беременности и как-то посоветовать что-то решить. Кажется, личная проблема каждого, то есть личное дело каждого, делать мне это или не делать. Почему Министерство здравоохранения это беспокоит? Вот вы же на этой неделе начали акцию, то есть это на самом деле беспокоит. Почему? Если это личное дело каждого. Ну, конечно, это личное дело каждого, но репродуктивное здоровье населения оставляет желать лучшего. С каждым годом все больше появляется заболеваний, все больше появляется бесплодие, что, несомненно, влияет на нашу демографическую ситуацию, как в стране, так и в республике. Поэтому каждый аборт, он плачевет для здоровья и отражается на репродуктивной функции женщины. Вы акцию начали новое поколение абортов. Я как понял, она будет проходить в учебных заведениях республики, ну, наверное, в основном в школах. Она затрагивает не только учреждения здравоохранения, но и учебные учреждения, то есть как медицинские организации, так и организации, где обучаются вот эти, так сказать, группа риска по нежелательной беременности. Ну, а что, на ваш взгляд, нужно сделать, может быть, даже на государственном уровне, чтобы изменить отношения и женщин, и общества? Вот такой ситуации. На государственном уровне проводится очень большое количество программ для профилактики абортов. В соответствии с этим проводятся также программы и на уровне республики Хакасия. В рамках программы у нас организуются Центры кризисной беременности. У нас в городе Черногорске, на базе реабилитационного центра «Лебедя» организован Центр кризисной беременности, куда могут обратиться женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, женщины с детьми, где им предоставляется даже приют на какое-то время, питание. Также в 2013 году открылся кризисный центр на базе гостиницы «Прима» в рабочем поселке Майяна, куда также женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться. А затем у нас открываются кабинеты медико-социальной помощи, как вот я уже сказала, в которых занимаются психологи с данной категорией граждан, женщин. И вот в 2011 году у нас правительством Российской Федерации утвержден федеральный закон 323 ФЗ об основах охраны граждан Российской Федерации, где как раз прописана неделя тишины, так называемая. То есть женщина, обратившаяся к доктору для искусственного прерывания беременности, она не сразу же направляется на аборт, а ей дается время подумать. То есть она направляется как раз-таки в кабинет медико-социальной помощи для консультации с психологом, который дает ей определенную какую-то консультацию, выясняет причины, почему женщина идет конкретно на аборт, и помогает ей решить как-то этот вопрос, предлагает ей какие-то выходы из-за этой ситуации. И, конечно, в рамках этих программ надеемся на то, что у нас количество абортов будет снижаться. Татьяна Сергеевна, спасибо за беседу. Темой сегодняшнего интервью стало большое количество абортов в регионе, в прошлом году 5000, но по данным Минздрава цифра снижается, в этом году их уже будет значительно меньше. А чтобы цифра была еще ниже, на этой неделе стартовала акция «Новое поколение против абортов». Она будет проводиться по республике, в том числе учебных заведениях, и продлится до середины декабря. Республиканские автоинспекторы считают, что аварийная обстановка на дорогах Хакасии в сравнении с прошлым годом более благополучна. Однако процент снижения ДТП не столь велик, чуть более 5%. Зато погибших в авариях людей меньше на 32%, чем в прошлом году. Иными словами, в Хакасии за 9 месяцев зарегистрировано 846 ДТП, 82 человека погибли. Впрочем, у статистики есть парадокс. Несмотря на ужесточение наказаний, растет аварийность с участием нетрезвых водителей. 66 против 63 прошлого года. На прошедшей на этой неделе пресс-конференции начальник Республиканской госавтоинспекции выразил согласие с практикой некоторых стран лишать пожизненно прав за езду под градусом. Впрочем, такую меру ввести можно лишь на федеральном уровне. Ну, второй или третий раз, конечно, когда происходит такое деяние, это явно, что происходит сознательно и умышленно. И, ну, конечно, когда второй или третий раз задерживаются за управление в ответом состоянии, нужно применять более жесткие меры реагирования к нему. Что закон у нас и показывает, но, конечно, я думаю, наверное, возможно, эти меры, они не совсем еще соответствуют той степени вины, той степени нарушения, которые водитель совершает. Возможно, достаточно дать для нас, для России. В Министерстве здравоохранения Республики работают над новой программой, которая поможет разрешить кризисную ситуацию с нехваткой медработников в малых селах Хакасии. Именно специалистов среднего звена, насколько их серьезно не хватает, можно судить на примере Ширинского района. Укомплектованность персоналам там всего 60% от необходимого. Из села Фыркалы вовсе уезжает последний сотрудник, потому что негде жить. На решение квартирного вопроса и нацелена новая программа Минздрава. Дополнительная мотивация для ее скорейшего продвижения ситуация в Фыркале, где население пытается удержать последнего специалиста. На сельском сходе в Доме культуры полный зал, потому что равнодушных нет. Ближайший понедельник последний день работы единственного медработника и значит закрывается местный фельдшерско-акушерский пункт. Потом за любой помощью нужно будет выезжать только в районную больницу в село Шира или дожидаться оттуда бригаду скорой помощи. Районная больница 25 километров от нас. Пока мы дождемся оттуда скорой помощи, можно благополучно будет помереть. Пока дозвонишься до них, пока они приедут сюда, пока там расшевелятся, вернее, пока приедут, пока найдут, где кто здесь, ночью допустим. Обращаться в районную больницу приходится не напрямую, говорят местные жители, а через амбулаторию соседнего села. Такой здесь порядок. А это дополнительная трата времени и расходы на дорогу. Отвезти ребенка в Ширинскую районную больницу нам сначала нужно отсюда с Варкала доехать до Целиновской больницы к фельдшеру. Там дадут нам направление. С этим направлением мы едем к педиатру в Шира. Опять же, там принимает одна САПА. Остальные могут отказаться принять нас вот с других регионов. Даже имея собственный автомобиль, порой совсем непросто элементарно сдать анализы. С учетом расходов на дорогу эта бесплатная процедура для сельчан становится весьма дорогостоящей. Вызывать такси, потому что не на чем уехать. 350 рублей. 350 дорога. Бывает, что и газельки переполненные. Может, даже к нам на Фыркал она не зайти, пойти дальше по месту назначения. Когда закроется фельдшерско-акушерский пункт, ездить в райцентр придется гораздо чаще. А фельдшер уже приняла решение перебраться к семье. Здесь, в Фыркале, она человек-приезжий. К родным без малого 100 километров пути. Я думаю, бывает только на выходные, в субботу, в воскресенье, поэтому ребенок у меня, в общем-то, остается как таковой заброшенным, честно говоря. Мы с ним созваниваемся, беседуем, но вы же сами понимаете, что это сложно, когда ребенок от тебя отдельно. Поэтому я вынуждена рассчитаться и уехать. Работа нравится, говорит фельдшер, несмотря на то, что трудиться приходится в непростых условиях. Например, давно не обновлялось оборудование. Даже самое простое. Вот весы для младенцев 66-го года выпуска. Благо, не фальшивят. Все-таки в советское время делали качественные вещи. А вот холодильник начала 70-х недавно сломался и пришлось утилизировать хранившуюся в нем вакцину от гриппа. Он просто сгоревший. Он старенький уже холодильник. Поэтому вакцина, естественно, пропала. Произошло как раз выходные дни. Это все. Видите, Бирюса-2, это еще образца такого, наверное, 70-х, 80-х годов. Наверное, однако, около 40-50 человек успели применить. Многие проблемы решаемы, говорит фельдшер, но квартирный вопрос оказался неразрешим. Мне здесь очень нравится. Здесь природа очень хорошая, вода чистая. Люди, в общем-то, добрые, добродушные. Деревня, население. Здорово. Мне как бы, я всегда мечтала быть врачом с маленького возраста. Причина вот действительно банальная. Отсутствие жилья. В поселке с населением 800 человек нет подходящей квартиры или дома, даже на условиях аренды. Галина Кацина снимала жилье и планировала его выкупить, но хозяева передумали и со съемного угла и вовсе пришлось съехать. И это проблема во многих селах. Просто где-то персонала не хватает, то есть вместо положенных пяти работают два человека, а Фыркал покидает последний специалист. Даже в районной больнице большой дефицит кадров. И всему причиной квартирный вопрос. Хотя к нам и приходят молодые и врачи, и медсестры, и фельдшера, но основной проблемой на сегодняшний день является это отсутствие у нас возможности предоставить жилье специалистам. В основном, первый вопрос – жилье. Сегодня, в 2013 году, у нас как бы ни один специалист ни с высшим медицинским образованием, ни со средним жилье не получил. Кадровый дефицит врачей, то есть специалистов с высшим образованием, отчасти удается решать как раз за счет жилья и выплаты подъемных. Эти законы приняты, но остро не хватает специалистов среднего звена. Если еще пять лет назад в среднем по республике штат был на 92% укомплектован, то теперь на 78%. Мы готовим законопроект, такой же, как по врачам, для того, чтобы закреплять фельдшеров за фельдшерскими участками и ФАПами. Для них, им тоже предусмотреть закон предоставление жилья там, где они работают. Хотим мы сейчас в 2014 году этот законопроект продвинуть. Я надеюсь, что нас депутаты поддержат. А пока возникающие проблемы придется решать точечно и оперативно. Возможно, и в селе Фыркал будет достигнута договоренность. Мы сегодня ведем переговоры с тем фельдшером, который там временно проживала, помочь возможным материалом снять в наем еще жилье и помогать им материально. В этом году, по информации Минздрава, был первый набор на целевую подготовку в медицинский колледж учащихся, которые, получив диплом, будут направлены в село. То есть, через три года. Выставка в контексте современного искусства открылась на этой неделе в Абакане. Авторы – супружеская пара Татьяна Виноградская и Эдгар Тарутюнов. Она – преподаватель детской музыкальной школы, он – актер театра «Кукол-сказка». Это не первая их совместная выставка, но и не так часто это случается, а с интервалом раз в 10 лет. Первый раз они представили свои работы в 2003 году. Соответственно, сейчас вторая выставка под названием «В-2». За этой дверью сказочный мир. Мир фантазии – одной из самых талантливых семей Хакаси. Больше 60 работ представили на соцзрители виновники торжества Татьяна Виноградская и Эрика Рутюнов. Лучших работ, созданных за последние 10 лет, утверждает художник Анна Федорова, которая ровно 10 лет назад впервые познакомилась с их творчеством. Я тогда только пришла работать в художественную школу, и для меня это были новые люди. И сразу же получается, что я познакомилась с миром театрального искусства в каком-то плане, театральной графики, и, конечно, с этой удивительной вышивкой. Вышивкой уникальной, которую порой не отличишь от живописи настолько точно, до мельчайших подробностей переданы полутана. Настолько выверена композиция, настолько чувствуется объем. «Яблоки на снегу» – одна из любимых работ автора. Интересно передать фактуру блестящую. Просто я этого еще не делала. Так же, как у меня со снегом было. Хотела пейзаж зимний, а потом как-то «Яблоки на снегу». Я думаю, что «Яблоки на снегу» будут красиво смотреться. Подумала я, и еще никогда не вышивала снег. Наверное, это здорово – повышевать снег. Получилось блестяще. Впрочем, оценку «блестяще» можно поставить и работам Эрика Арутюнова. Артист-кукловод представил не только куклы, созданные по его эскизам и под его контролем, но и графику, рассказывает, в последнее время увлекся этникой. «Невозможно жить на земле с богатой историей, с богатой культурой, общаясь с этими людьми. Слава Кученов, Петя такой, Чепрая наш, Саша Катажев. Замечательные люди, Тома Честива, Алиса Алексеевна. Общаться с этими людьми и не пропитаться интересом к их культуре – невозможно. Потому что они сами носители этой культуры, скажем, яркие очень. И, общаясь с ними, хочется как-то свое видение показать. К примеру, в этой серии «Древних богов», навеянных песнями Алисы Козласовой, или в триптихе, где можно проследить единство в солярных знаках – хакасском, славянском и, как ни странно, на первый взгляд, скандинавском. Убедитесь сами, выставка будет работать в течение месяца. Еще есть время и сегодня успеть на выставку. У меня на этом все. Программу продолжит парламентский дневник. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова